привет друзья я хочу пока никого нету пока народа мало на эфире что-то я не хочу много прочитать книжечку для того чтобы сохранить мою новую практика работы с мышлением если бы не это ты точно был бы счастлив я вот хочу вот эту книжку почитать и может быть где-то буду комментировать как предыдущие книжки свои кто хочет послушать присоединяйтесь я это сохраню так откроем ой надо было тему наверное эфира сохранить сейчас подумаю как это можно сделать так не знаю ну ладно тогда пускай будет без темы в общем тема я буду читать книжку если бы не это ты точно был бы счастлив техника работы с мышлением надеюсь меня слышно так три человека есть достаточно так приветствую тебя мой дорогой читатель в своей книге если бы не это ты точно был бы счастлив техники работы с мышлением я хотела бы рассказать о нашем мышлении о том как мы творим свою реальность понимать принимая не те решения какие хотелось бы делая действия на бессознательном уровне и получая последствия которые нас совсем не радует и не удовлетворяет эта тема будет интересна всем тем кому не безразлична собственная жизнь можно было бы конечно воскликнуть не может быть такого что кому-то безразлична собственная жизнь здесь я хватаюсь за голову и потому что все на самом деле еще плачевнее можно конечно множество раз сказать мне важна моя жизнь я хочу быть счастливым не нужна радость мне нужна любовь но если спросить каждого а что ты делаешь для этого то ответы не особо блещет разнообразием я много чего хочу я пробую я стремлюсь я даже что-то делаю но на этом все заканчивается если копнуть намного глубже рассмотреть свою жизнь мы поймем с вами что 24 на 7 мы в основном живем в иллюзиях прошлого будущего наши мысли находятся всегда где-то там мы не находимся в настоящем моменте мы лелеем какие-то страхи с вами множество проблем все время их обдумываем буквально упиваемся с вами какими-то недостатками что нам по жизни постоянно не достает чего мы хотим бесконечно об этом говорим рассуждаем и мне сразу вспоминается такой момент когда мама сидела моя с подружкой на кухне и я помню их разговоры они хвалились у кого хуже проблема и я думаю что это не только у моей мамы было у многих ой у меня там муж такой сякой другая блин чё там твой муж у меня вот на работе вообще зарплату не платят и сидят и хвалятся у кого хуже жизнь вот мы боремся постоянно с вами с реальностью пытаемся прогибать ситуации пытаемся решать свои проблемы не признаем происходящее отрицаем большую часть своей жизни пытаемся бесконечно менять уже свершившиеся с вами факты и ключевое мы все время думаем как себя отговорить что-либо делать и как следствие мы бездействуем мы с вами надумываем всевозможные варианты причин почему мы не можем что-то с вами сделать мы выдумываем бесконечное множество отговорок почему мы не имеем что-то например нет денег там нет ума нет фантазии я не знаю что делать я недостаточно хорош я недостаточно умен недостаточно красив недостаточно опыта и так далее то есть мы все время ищем отговорки с вами почему у нас чего-то нет почему мы с вами даже не попытаемся исполнить наши сокровенные желания мы находимся в бесчисленной череде отговорок чтобы обезопасить себя от каких-то последствий которые нам не знакомы мы просто боимся будущего с вами давайте уже признаемся проще ничего не сделать и не совершить ошибки чем сделать и непонятно что получится мало ли не получится или не так получится или еще хуже станет то есть мы боимся с вами проще оправдать свое бездействие чтобы не выглядеть дураком и мы находим самые логичные самые якобы правильные факты почему у нас чего-то нет почему мы того что хотим да не добиваемся с вами или почему наша реальность не соответствует нашим ожиданиям но я тут решила вмешаться и написать для вас эту книгу чтобы мы с вами развенчали свои фантазии относительно того что наши отговорки и причины реальны и чтобы несчастье в нашей жизни наконец-то расселись как дым и мы смогли жить так с вами как хотим как действительно желаем исполняя свои даже свои немыслимые желания все на самом деле возможно нет ничего что могло бы повлиять на наши желания из обстоятельств окружающего мира наше желание только в наших руках с вами так же как и проблемы и пути их решения мы сами создаем эти проблемы мы сами их можем решить так только мы сами собственной персоной обладаем даром создавать нашу реальность изменять ее по нашему решению и по нашему желанию однако мы забыли кто мы есть на самом деле мы отдали бразды правления нашему уму который по факту является только переводчиком для нас он ничего по факту не знает знание ума лежат только в прошлом накопленном опыте но мы решили что он все знает наперед и слепо ему доверяем еще это же отожествляем себя с умом но помните мы это с вами не ум и мы даже не тело мы с вами намного больше мы наблюдатели своей реальности и творцы своей жизни и в наших руках творить если мы разберемся как управлять своим умом давай ему задачи налаживая связь с собой и со своим мышлением мы будем бесконечно счастливы с вами в каждом проживаемом моменте нашей жизни я хочу вам показать в этой книге техники как работать с нашим умом как работать с нашим мышлением как перестать себя ограничивать своими же собственными придуманными причинами не имение чего-либо и начать уже получать блага и чувства которые мы заслуживаем и не только нехватку получать уныние печаль раздражение злость с вами гнев да это не так легко работать с мышлением и это не будет быстро и волшебно как вы возможно думаете это кропотливая усидчивая работа над собой и это не только работа с умом это и реальные действия придется совершать это как в том анекдоте а что еще делать что-то надо ой не 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 и это не только работа с умом это реальные действия ребят многие заблуждаются что мы должны сидеть на диване трансформировать шаблоны мышления работать своим умом со своим сознанием и ничего не делать нет если мы ничего не будем делать у нас ничего не будет мы с вами должны научиться жить доверяясь своим чувствам и действовать согласно новому мышлению нужно будет хорошо постараться держать себя и свой ум под контролем чтобы опять не уплывать в иллюзии и ограничения и потратить некоторое количество своего времени которое стоит того чтобы быть счастливым в своей книге я буду использовать различную терминологию и чтобы вам было понятно и вы не запутывались сразу поясню что я буду говорить о программах мышления шаблонах мышления об ограничивающих убеждениях установках рамках мышления это все одно и то же это все одно и то же понятие так наше мышление влияет на те решения которые мы принимаем наше мышление наши мысли решить что-то идти или не идти делать или не делать как действовать следующее мгновение естественно зависит не от соседа или погоды не от внешних каких-то факторов от наших собственных мыслей и каждое решение которое мы принимаем влечет за собой уже какие-то действия но чаще мы это делаем с вами еще и на автомате естественно действия влекут уже определенные последствия даже не вдаваясь в какие-то глубокие познания очевидно что первопричина последствий окружающего мира которые мы видим вокруг себя это наше мышление это не внешние факторы это только наше решение наши действия и мы пожинаем уже плоды последствий в нашей реальности мысли что мысли что решения что действия они у нас практически бессознательны наш мозг развивается со скоростью 400 миллиардов мыслей в секунду осознаем мы всего минуточку 10 20 мыслей всего лишь из 400 миллиардов то есть мы с вами живем на автомате поэтому мы не умеем осознанно видите вникать в те последствия которые мы хотим в основном мы получаем то что хотим быстрее исправить они то что мы хотели бы видеть опять же практически все начинают пытаться исправить последствия работы уже с каким-то свершившимся фактом ну то есть есть проблема да надо ее исправить не рассматривая первопричину и неважно смогли мы что-то исправить своими действиями или нет ну словно день 40 здравствуй грабли ситуация все равно будет повторяться снова и снова возможно в каких-то измененных деталях с другими персонажами возможно событиями но мы будем опять видим видеть то что мы уже проходили и надо задаться здесь вопросом это судьба такая да это что это вообще такое или все-таки наше мышление формируется из определенных шаблонов и каких-то стереотипов которые накладываются один на один на другой в течение жизни и эти шаблоны на основании которых мозг принимает решение имеет определенные условия однажды какие условия однажды наш ум решил что вот так думать или вот так действовать безопаснее всего создал определенный участок мозга отвечающий за эту программу шаблон и он каждый раз срабатывает когда мы мыслим определенным образом чтобы себя безопасить в принципе мы всегда живем только для того чтобы себя обезопасить вот давайте пример мы ошиблись когда-то в прошлом в первый раз и получили негативную оценку например в детстве ложку мимо рта пронесли и мама такая воскликнула о боже опять стирать одежду но что за ребенок почему опять мимо рта пронес в голове возможно проносился легкий страх о том что страшно подводить маму или стой куда идешь не упади это трогать нельзя там то не делали несу и там пальцы в розетку неважно мы все время в детстве получали с вами какие-то запреты на нежную свою детскую психику накладывались определенные отпечатки которые сформировали уже устойчивую нейронную связь то есть шаблон о том что если что-то сделать то что точно то что что что-то точно пойдет не так и будет плохо на ругают да а раз ругают значит точно не любит но в детстве вот так решили с вами а потом эти запреты перерастают еще и в ужас с посяганием на собственное тело здесь шутка юмора помните нам в детстве говорили а если спать не будешь на край ляжешь бы байка или злой волчок придет и укусит за бочок то такое слышу я слышала мне кажется до сих пор его боюсь когда ложусь спать ну потому что плохих девочек всегда кусают вот мы сейчас вроде с вами взрослые адекватные но тело продолжает выдавать реакции тело все помнит иногда даже паническим ужасом когда реагирует на многие вещи с вами если что-то надо сделать нам всем очень страшно перед будущим даже если мы не осознаем это с вами умом хочешь не хочешь все равно вам и боимся будущего мы с вами так воспитаны с детства бояться чтобы обезопасить себя так как авторитеты у родителей делали свое благое дело помогли нам бояться не только реальной угрозы мы теперь боимся даже шершащий шершай щего листочка пожалуй еле выговорил этот страх сейчас у каждого есть на подсознании внутри мы себе часто не признаем что нам страшно ум за место этого страха придумывает причину почему лучше в будущее не лезть не идти и что-то не делать у нас не страх на самом деле с вами у нас реальная причина думаю мы но все же причины придуманы только из-за страха страха ума мы сейчас не можем знать о конкретных каких-то мыслях в детстве которые возникали да но мы точно знаем что страшно быть плохим страшно быть отвергнутым страшно быть ненужным страшно быть каким-то не таким которого не любят надо стараться не допускать ошибок и такие мысли были в детстве всех и сейчас наверняка они есть зачатки программы только начинали складываться еще в детстве далее они укоренялись детском саду школе где страшнее еще получать ошибки за двойки а потом снова будут ругать родители не по-доброму качать головой опять этот страх что меня перестанут любить корень здесь да что нас перестанут любить и я буду не нужен на работе за ошибки лишат премии зарплаты выговоры лишат нас работы семьей за ошибки будут скандал потеря там любимого человека или еще какие-то там штуки каждый раз сталкиваясь любыми обстоятельствами мы действуем из страха потому что отвергнутость близкими и социум это очень страшно это у нас работает на уровне инстинктов мы с вами как клеточка единого организма совсем сущим организмом и представьте каково это если клеточку начнет отторгать весь организм это же гибель для нас правильно как для каждого отдельно мы не хотим же умирать с вами мы хотим жить и принимать свое существование и чтобы нас в этом поддерживал и весь мир принимающий наше существование поэтому мы боимся совершать ошибки да и показать миру что мы что-то там сделали не так мы боимся с вами пробовать поэтому страх ошибиться преследует нас всю свою жизнь влияя на наше решение и последствия от этих решений дальше а еще мы действуем с вами практически всегда из недостатка он всегда концентрирует свой фокус внимания на том чего у нас нет и конечно же то что у нас есть не попадает под наше внимание и мы не видим те ресурсы и блага которые у нас есть для исполнения всех наших желаний делающих нас счастливыми виной тому же наши шаблоны мышления выращенные на страхе ведь если мы начнем видеть возможности видеть ресурсы придется же действовать а действовать это небезопасно это страшно вот все вот эти страхи сидят и отговаривают нас через наш ум ничего не делать и когда мы говорим у меня нет денег у меня нет ресурсов не я недостаточно такой сякой опыта нету я не в той семье родился не в той стране правительства вот такое мы просто ищем отговорки чтобы не действовать потому что это страшно мы можем быть отвергнуты нас могут не любить причина в любви причина взаимосвязи с этими то есть вдруг я сделаю что-то не то и меня отвергнут это небезопасно потребность безопасности стоит у нас на уровне инстинктов нам остается либо бежать либо нападать можно еще прикинуться мертвым не буду судить в каких случаях мы чаще нападаем или сбегаем мы в любом случае используем всегда три способа мы нападаем делая виноватых других то есть правительство виновата да это ты виновата почему ты мне пообещал не сделал или еще что-то вот мы перекладываем ответственность на себя вернее себя с на обстоятельства либо себя на людей либо себя на социум так всегда проще нам оправдываться мы так живем с вами когда мы сбегаем или прикидываемся мертвыми то как же это всего лучше всего сделать правильно также оправдать свое бездействие то есть я ничего не буду делать я в домике меня это не касается мне это якобы не нужно мы закрываем глаза с вами на это у нас заложена с вами программа с детства что действие равно ошибка ошибка равно плохой то есть не делаешь нет ошибки нет ошибки нет проблем нет проблем ты хороший вот по такой модели мы с вами и развиваемся вот как раз оправдывать свое бездействие кстати это и есть нападение я не могу это сделать обстоятельства такие то есть мы переложили ответственность на обстоятельства винимых и одновременно это и убегание у нас всегда включается инстинкт самосохранения это надо с вами вам прочитать наверное еще не раз да чтобы глубже это понять почему мы с вами бездействие у нас есть страх страх из детства нет ошибок нет проблем я хороший меня любит это вам нужно усвоить шаблоны оправданий у нас уже выстроены по полочкам в голове стоят стройными рядами и мы даже не замечаем этого вспомните ваши отговорки у меня не получится я пробовал не получилось я не могу я не умеем да это невозможно да я и так знаю что вот не говори мне я и так знаю правильно ум же конечно же болеет болезнью нострадамус и он все знает это делать нельзя даст запреты у нас рамки какие то есть это плохо делать а вдруг я и начинается там фантазии бесконечный список о это долго тоже не буду делать это слишком быстро я тоже не буду а это неправильно то есть это отговорки это не факты реальности это наши отговорки отговорки ума я еще дальше расскажу про ум это слишком много это слишком мало я не знаю что делать да и мы все с вами не знаем будущего никто не знает и в этом и наше преимущество можем творить мы можем новое создавать если мы это знаем значит мы это уже знаем мы это уже создавали это уже не новое это уже не творчество это не развитие это уже не эволюция стагнация когда мы просто повторяем это и хорошо что мы ничего не знаем но нас этот шаблон зачем-то останавливает хотя его можно с пользой как и все остальные здесь шаблоны я не про я пробовал не получилось да не получится не могу не умею невозможно это плохо это нельзя так где остановилась я не знаю что делать а что скажут другие о коронная вдруг меня судят он вообще прям всех так боимся я недостаточно умен накопила опыта практиковался никто семье родился никто стране родился не то правительство не то руководство да сейчас вообще ужас там нас всех прессуют самообман все мне это не надо говорим мы да я и в шалаше могу пожить да не нужны мне эти бриллианты не нужны эти машины сами-то втихаря хотим ездить на классных тачках иметь хороший уютный большой дом мы все этого хотим ну прикидываемся дурачками что блин я и так проживу мне у кого не надо вы в душе все хотите комфорта изобилия и так далее не жили богато нечего начинать я продолжу шаблоны я не достоин не так хорош от меня это не зависит мне некому помочь нет сил не под силу нет вдохновения нет фантазии нет времени и мне вообще на другие дела делать я занят так сложили сложились обстоятельства это они виноваты вспомнили до шаблоны свои у меня нет на это денег нет работы не то работа да там вообще мало платят откуда я вообще что-то себе куплю все уходит на семью представьте каждый раз когда вы хоть один этот шаблон произнесли ли подумали о нем вы сразу заблокировали себе все возможности которые вам могли бы которые к вам приходят жизнь но вы не хотите их видеть потому что ваш фокус внимания сразу на том чтобы отрезать все пути каким-то действием да для для вашего желания чтобы уже отговариваете себя постоянно отговариваете у меня вообще дети муж сам семья поэтому я это не могу да кто вам сказал вы с этими людьми со всеми все можете у вас еще больше привилегий нет ресурсов всегда они есть нет возможности всегда они есть это плохо да с чего вы это взяли если это рассмотреть может быть это и неплохо то на самом деле мне лень но это вообще самая классная отговорка да судьба такая я уже старый ой это вообще меня не переделать мне страшно а вдруг там что-то случится я вообще девочка я не достойна вообще что-то делать там мужики пускай делают да я девочка тоже такое слышала я могу потерять работу если что-то сделаю там друзей семью авторитет и главное не выбирать сел телефон ой я только до 2 главы дошла давайте сейчас попробую минут 10 до 3 главы хотя бы дочитать так дальше бесконечные убеждения рассуждения чего у меня нет что я могу потерять все время у нас в уме как только мы это произносим как только мы это говорим мы отсекаем ресурсы мы отсекаем возможности отсекаем людей все отсекаем хотя если наш фокус внимания был на разглядывание ресурсов и возможностей то есть да это допустимо да я могу я не знаю как но это случится вы начнете видеть эти ресурсы главное сделать хоть какой-то шаг хотя бы в признании того что вам это по силам как только вы это признаете силы вам будут даны но как только вы говорите я не могу мне нет сил не лень там них неплохо и вообще судьба такая вы сразу отсекли от себя все мы даже с вами напомню у меня есть книжка про курение очень крутая для тех кто хочет бросить любые зависимости на примере курения можно почитать разобрать все свои шаблоны мы даже с вами все боимся бросить курить или объедаться при желании быть здоровым который никак не исполняется потому что мы боимся себя лишить мнимого удовольствия которое нам дает вам сигареты или обжорство или алкоголь мы не понимаем при этом что мы лишаем себя в миллионы раз большего в том числе настоящего удовольствия нам постоянно чего-то не хватает все время себя обесцениваем но не потому что мы на самом деле такие не ценные нет это наше оправдание это наши иллюзии нам так проще так удобнее мы сами себя обкрадываем ежедневно своими мыслями нашему так проще объяснить себе почему мы бездействуем но к фактам это не имеет никакого отношения наш ум придумав эти отговорки будет выискивать из объективной реальности из множества вариантов событий только те факты которые будут подтверждать правоту своих мыслей он никогда не обратит внимание своим фокусом внимание на какие-то другие вещи на ресурсы у сконцентрирован на оправданиях и возможности увидеть что-то другое у него нет то есть как мы можем одновременно посмотреть налево и направо нет не получится мы выбрали левую сторону где ничего нет то что направо мы не смотрим потому что мы в этот момент фокуса внимания совершенно других вещах и причина то не в том что у нас на самом деле нет возможности нет ресурсов нет ум намеренно не будет замечать их ведь фокус внимания направлен сюда только на подтверждение своей правоты и не потому что реально этих других фактов нет а потому что принято решение такой их не замечать так как быть неправым да неправым нам еще страшнее чем признать какие-то факты как только мы так помыслили придумали отговорки своего бездействия мы автоматически приняли решение о безнадежности действий наше тело получающий сигнал от мозга будет делать все чтобы помочь увидеть эти факты что действительно все хреново что действительно нет ничего что могло бы нам помочь в исполнении наших желаний наши действия уже обречены заранее на подтверждение нашей правоты что у нас чего-то нет ничего не хватает и поэтому этого не будет еще раз акцентирую на этом наше внимание все это мы делаем с вами бессознательно так глава 3 ограничивающие убеждения еще раз посмотрите на список ограничивающих ваш шаблонов если возьмете книжечку перечитайте эти списки программ ограничивающих нас в реализации нашего потенциала бесконечны эти шаблоны формируют наше мышление мы полностью ограничиваем себя от действий которые могли бы нам решить проблемы решить проблемы исполнить какие-то желания так или не создавать их вовсе эти шаблоны не дают нам исполнить наше желание делать нас несчастными бесконечно мы их приобретаем в течение жизни с вами чтобы обезопасить себя от мнимой опасности которой нет при этом подвергая себя еще в большую опасность когда мы пытаемся себя обезопасить пытаясь сбежать или напасть мы либо бездействуем либо действуем но не так как могло бы быть для нас полезным очень опасно пытаться сделать все безопасно бездействие убивает в нас жизнь так как жизнь но это есть движение есть череда бесконечных каких-то действий жизнь это развитие это перемены если вы еще не прочтете мою книжку опять минуточка рекламы для чего богу деньги вы поймете что деньги блага ресурсы все зависит от наших перемен все зависит от наших действий намеренно от которых мы отказываемся именно бездействие создают нам все проблемы с вами именно бездействие лишает нас ресурсов и энергии и все проблемы нам лишь сигналит о том что мы просто остановились что мы что-то не делаем и опять себя чего-то отговариваем всегда помните если возникла проблема значит мы ее создали своим бездействием и мы имеем все ресурсы в этот момент как только мы это осознали решить и ничего кроме нашего ума не мешает сделать какие-то шаги решить нашу проблему никакие внешние факторы чтобы что-то решить или исполнить желание в первую очередь необходимо выявить шаблоны до которые нас ограничивают в действиях которые нас тормозят движение в развитии шаблоны которые мешают нам увидеть картину целиком рассмотреть в этом свои ресурсы во вторую очередь нам останется уже эти шаблоны трансформировать как-то осознать даже откуда они вообще возникли для чего либо увидеть абсурдность этих убеждений то есть зачем я себе ну отговариваю да что мне там страшно от чего я обезопасить обезопасить себя пытались либо нужно будет в этих шаблонах выявить ресурс как какой-то для действий либо увидеть суть и понять как применять этот шаблон с пользой то есть очень много вариантов как можно работать с нашим мышлением я все варианты их 10 вариантов даю в книге практика работы с мышлением вот которую для вас и читаю дальше так об этом мы поговорим с вами следующих главах если я сейчас успею хоть что-то прочитать далее нам уже не нужно прилагать никаких специальных усилий когда мы поработаем с вами с мышлением потому что на основании нашего нового мышления да от новых наших мыслей будут приняты новые решения бессознательно конечно же потому что решение они уже бессознательно идут и от чего последуют уже какие-то последствия да по импульсу по интересу нам будет уже легко действовать без отговорок то есть почему там тяжело действовать с вами почему нам тяжело сделать какой-то шаг и двинуться в сторону потому что мы ставим себе препятствия глухие стены отговорок как только мы их убираем нашему потоку не мешает двигаться ничего и мы такие по кайфу по импульсу прям особо не думая делаем то что нам по радости нам интересно и все это начинает раскручиваться и помогает нам осуществить наше желание откуда берутся ресурсы откуда берутся люди события складываются вот так потому что нам ничего не тормозит нас мы увидим новые радостные с вами последствия которые нас начнут удивлять когда он поработает с нашим мышлением сила здесь не будет нужна потому что наши действия будут происходить без усилий какого-то сопротивления то есть наш ум не будет сопротивляться мы не будем себя отговаривать последствия будут настолько вдохновляющими что захочется пробовать жить так по-новому дальше и дальше нам будет казаться что это какие-то чудеса происходят удача фортуна возможно вернулась везение череда событий будут подстраиваться таким образом что все наши действия начнут складываться в идеальные какие-то обстоятельства как по маслу вроде ничего такого не делаешь а предложение решить вам вашу проблему до будут сыпаться как из рога изобилия от разных людей что люди это ресурсы правда же это вдохновляющий почему бы не поработать с нашим башкой и это не сказка это не удача это не фортуна никаких чудес не бывает но я бы лично в них не верю так работает наш мозг наше мышление от него зависит какие обстоятельства мы будем с вами наблюдать и от нас только зависит нет кого-то от нас как мы будем эти обстоятельства использовать чтобы поработать с мышлением и научиться использовать наш ум с максимальной пользой не отдавая ему бразды управления даже не обязательно копаться в прошлом да откуда это что возникло для чего и выискивать почему такие шаблоны у нас есть почему мы живем по таким программам ходить там в детство в рот народ это можно делать бесконечно окунаться туда в прошлое нам не хватит жизни с вами это все отыскивать и переосмысливать есть намного проще варианты есть способ впроще здесь сейчас в настоящем моменте найти шаблоны мышления которые формируют нам материальную действительность сейчас трансформировать их то есть не в прошлом на вопросы пока отвечать не буду понятное дело этих шаблонов миллионы любой любое понятие о чем-либо это уже шаблон ну то есть солнце желтое да это шаблон у нас не стоит задача выявить все понятия в нашей голове это нам не нужно совершенно и трансформировать все шаблоны которые вот нам на это не хватит жизни достаточно переосмыслить какую-то критическую массу шаблонов нас нашего мышления самых очевидных не могу точно сказать в каком эквиваленте заключается эта критическая масса но для тех кому по жизни надо вешать в граммах скажу что это примерно около 300 ну может быть 400 шаблонов ну по моему опыту мы всю свою сознательную бессознательную жизнь наращивали эти шаблоны и мой совет не стремитесь сразу взять так вот и резко жажда все эти шаблоны убрать дайте себе время ну хотя бы пару лет пару лет это достаточно чтобы разобраться с шаблонами и потом жить не париться действуйте потихоньку по обстоятельствам возьмите какую-то одну задачу какую-то проблему да вашу или какое-то одно желание выявите пару десятков двадцать тридцать шаблонов ограничивающих убеждений ваших и поработайте с ними поработав с одним шаблоном вас на автоматическом уровне перестроиться десятки других убеждений потому что один шаблон цепляет другой который косвенно были на нем завязаны у меня еще есть одна отличная новость при решении какой-то одной задачи у нас десятки других параллельно задач тоже решаться потому что один шаблон цепляет все наши остальные проблемы и желания и ну сферы жизни из-за пары десятков ограничивающих программ или шаблонов мышления не исполнялось пару десятков желаний и как только мы начнем решать что-то одно в одной сфере все как снежный ком начнется преобразовываться случайно не случайно и в других сферах только представьте как здорово расширять свое мышление и начать видеть больше не узко мыслить отговаривая себя там почему у нас чего-то нет бесконечно замечать новые возможности и ресурсы это интересно которые вдруг начнут приходить в наш мир чтобы ими эффективные пользоваться напомню все ресурсы возможности всегда у нас были но просто мы их не замечаем в силу наших убеждений более того наши желания тоже были исполнены все что мы хотим уже есть мы просто этого не замечаем мы фокусируемся с вами не на тех деталях например например перед нами висит какая-то картина на стене но мы ее не видим потому что есть ширма до перед ней нам нужно просто убрать ширму чтобы увидеть что висит на стене надо убрать ширму в сторону и мы разглядим это желание с шаблонами точно так же они для нас ширма закрывающая нам обзор чтобы увидеть больше глава 4 так у меня села батарейка на телефоне я думаю может быть следующий раз выйду почитаю вам дальше а кому интересно сейчас ознакомиться с моей книжкой 185 страниц книги в печатном виде 145 вот если вам интересно треть книги бесплатно можете почитать скачать у меня в шапке профиля треть книги вот кому интересно будет дальше ознакомиться я сейчас пока дошла до четвертой главы бесплатно я не помню глав 10 точно наверное есть не буду врать не помню сколько вот и все главы очень интересные потому что дальше у меня будет про страхи про проблемы про здесь сейчас у меня там еще начали старым ух минутка есть пока то если я сейчас не выйду у меня может закончится телефон сесть и не сохранится эфир про саму трансформацию что это такое как ее делать как доставать шаблоны мышления что мне еще полистаю я уже и забыла так про энергию про деньги про отношения про ресурсы про долги про почему у нас нет денег да почему у нас нет дома я трансформировала деньги трансформировала дом трансформировала отношения написала про здоровье трансформировала болезни про воров почему у нас крадут там деньги почему мы платим большие налоги и почему мы теряем деньги почему рухнул кого-то бизнес почему у нас нет работы работа тоже трансформировала глава про дуальность про целое, про желание души, есть отдельная глава про желание ума, это разные понятия, так, про прошлое, про будущее, про настоящее, правила работы с желаниями, что нам мешает двигаться, как делать действия, что мешает нам делать эти действия, почему у нас крах какой-то, откуда возникает проблема, что сигналит нам мир, так, сейчас ещё почитаю, что у нас тут с главами, я описала ещё разные случаи из практики, когда я работала, они были, ну, тут просто великолепный зашквар, просто мозг не может даже в это поверить, про трансформацию болезней, сахарного диабета, онкологии, про то, как заблокировали все счета, и потом оказалось, что вообще их не блокировали, мне заплатили за это большие деньги, про выход из тюрьмы, про спид, у девочки был, а потом оказалось, что его нет, после работы с мышлением, про долги, так, что ещё здесь было у меня, потом я здесь на практике показываю, как трансформировать шаблоны, про выбор, про давать в долг, не давать, что делать, если просят в долг, отказаться или согласиться, шаблоны, так, про деньги говорила, работа говорила, про долги говорила, про болезни говорила, что у меня тут ещё есть, я довольно-таки много шаблонов трансформировала, которые вы можете просто почитать, про правильно, неправильно, про правила, про игру нашей жизни, как мы играем в эту игру, создаём себе препятствия, шаблон «я не справлюсь» или «у меня не получится», слишком много работы шаблон такой ещё разобрала, про безнадёжность, про предвкушение, кстати, наши желания не исполняются одной из самых главных причин, потому что мы их ждём и предвкушаем, как убрать ожидания с наших желаний, важность с нашего желания, чтобы оно осуществилось, потому что это важно, про истину, про ложь поможет вам в коммуникации с людьми, про опасность-безопасность, про наши инстинкты, про комфорт-дискомфорт, про спокойствие-беспокойство, про ошибки-безошибочность тоже разобрала, так, деньги без денежья уже говорила, вопрос, что делать, как дальше жить, в общем, что делать после работы с мышлением и часто задаваемые вопросы разобрала. Всего 28 глав, напомню, 185 страниц, сейчас вам 4 главы, только начала. Книжку написала недавно, она вот только вышла, сейчас буду переводить её на испанский, немецкий, турецкий, английский, казахский, польский и так далее, переводчиков набрала, все книжки сейчас будут ещё на 10 языках, короче, я кайфую. Всё, у меня телефон сел, в следующем в эфире, если я соберусь с силой, с мыслями, выйду, может быть, продолжу читать дальше вам. Кто не сначала, можете начать сначала посмотреть мой эфирчик, 4 главы, напомню ещё раз, практика работы с мышлением, если бы не это, то ты точно был бы счастлив, вот об этом книжечка. Всё, вас целую, обнимаю. И вопрос там был, где я живу в Турции? Я живу в Анталии, в Лара. Сейчас еду в Стамбул, только что приехала Скаша, до этого была в Чаралы, а потом куда-нибудь двинут дальше. Вот. И если вас интересует, кстати, такая небольшая рекламка, недвижимость в Турции, вам нужно жильё, хотите приобрести, можете ко мне обратиться, мои друзья, подруги занимаются жильём, вот, встретить в аэропорту, поселить, рассказать, показать, выбрать что-то вам. Это мы тоже можем. Всё, минутка рекламы закончилась, пока-пока, целую. Субтитры сделал DimaTorzok.